Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лукьянцева Ева становится победительницей в номинации «Мисс Конкурсантушка» Пес-приз «Артист года» получает «Ксения землянуха» А специальный приз «Инстаграм года» получает Влада Новичкова Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Влада, привет! Как у тебя настроение? Всем привет! Мое настроение просто чудесное! Вот скажи, как давно ты занимаешься в студии и что тебя сюда привело? В студии я занимаюсь два года, но такое ощущение, что всю жизнь, потому что за это время стало все такое родное А что тебя привело в студию «Оплей»? Меня сюда привело желание научиться красиво петь и танцевать Ну и как ты справляешься? Отлично! Ну и какими же достижениями ты можешь похвастаться за это время? Я участвовала в многих конкурсах и являюсь лауреатом Я ездила в конкурс на Могилев, Артфест и многих других конкурсах в Минске Буквально недавно ты сняла яркое летнее видео на кавер «Маленькая девочка» И уже сегодня мы видели его на большом экране А это был твой первый опыт таких съемок? Нет, в том году я снималась в клипе с группой, но одна я снималась впервые Расскажи, как происходили съемки и что тебе запомнилось больше всего? У меня было две локации и три образа И со мной работала целая команда Карина, стилист, мой любимый педагог Елена, директор Юлия Яночкина и милый видеооператор Сколько раз вы переснимали дубли? Ну точно не помню, но с первого раза у меня не получалось А что тебе запомнилось больше всего? Мне запомнилось, что три часа прилетели как несколько минут Значит, съемки прошли успешно И не могу не спросить, какую же статуэтку ты сегодня получила? Я получила сегодня инстаграм года Ничего себе! Как ты думаешь, почему именно ты стала инстаграмом года? Потому что я очень много в свой инстаграм выставляю про студия Play Была рада с тобой пообщаться, Влада! Желаю тебе новых творческих успехов! А София Хролович забирает победу в номинации «Кавер года» Победа в номинации «Мисс Талант» достается Арине Романовой настроение. Привет, Ксюша. Классное настроение у меня, вообще супер. Ну что ж, это прекрасно. Расскажи, как прошел музыкальный год в студии? Ой, это был крутой год. Мне кажется, каждый год вот он крутой, а потом проживаешь этот год и кажется, что он был еще круче предыдущего. В этом году наши дети поучаствовали в очень многих проектах. Наша команда Беларуси под руководством Руслана Олехно стала победителями проекта во весь голос. У нас был большой масштабный проект на Новый год, наш эстрадный хор СП. Это новое направление, кстати, которое появилось у нас в этом году. Это не просто неинтересный, скучный хор, а очень классный, веселый и очень крутой музыкальный проект, который принимал участие в новогоднем концерте с оркестром симфоническим. Также много клипов, много новых песен, много новых деток нам в этом году пришло. В общем-то, вот казалось бы, куда уже круче, а каждый год все круче и круче. А как проходила организация премии «Виниловый слон»? Наш «Виниловый слон» — это тоже, конечно, отдельный крутой музыкальный проект в студии. У нас каждый из преподавателей из нашей команды занимается своим делом. Мы готовим статуэтки, готовим дипломы. В этом году, кстати, у нас не было голосования, в этом году мы педагогическим составом обсудили, приняли много-много интересных положительных решений и вот наградили сегодня наших деток. Конечно, это все очень... Не могу сказать, что сложно. Сложно, но приятно. Это мой любимый, наверное, наш проект, который повторяется из года в год. Это ежегодная премия. Мы уже, наверное, шестой или седьмой раз. Я уже сбилась, честно говоря, со счета, сколько раз она у нас проходит. Но сегодня это было что-то невероятное. Невероятное. Какая у нас была крутая красная дорожка. Да, Ксюха? Классно было. И в этом году вообще была, мне кажется, самая масштабная красная дорожка. У нас самая длинная премия в этом году. Больше всего было участников в этом году. Крутых номеров. Ну, в общем, я всем абсолютно довольна. Я желаю нам каждый год, как минимум, повторять то, что было в этом году и приумножать, и приумножать наши и проекты, и клипы, и песни, и всех детей. Ждем к нам! Приходите к нам! Вы смотрели видеодневники самого громкого детского музыкального события Виниловый слон 2024 от студия Play. Виниловый слон – это громко, ярко и масштабно. Музыкальный репортаж вели мы, Ксения Землянуха и Ева Лукьянцева. Но на этом мы с вами не прощаемся, а увидимся ровно через неделю в это же время на Европа Плюс ТВ Беларусь. Пока-пока!